Друзья, самый глобальный розыгрыш на моем канале прямо сейчас. Будет у нас 5 мест. Первое место получает сэндбэк. Это мешок, куда засыпается песок и можно тренироваться, использовать вместо штанги, вместо гантели и так далее. Второе место у нас получает ТРХ-петли. Это петли, которые можно использовать дома, можно использовать на улице, прикреплять к турнику и так далее. Третье – это резина, тренировочная резина, целый набор разной натяженности и так далее. Это третье место. Четвертое место – это лично от меня подарок. Это набор крутой украшений, короче, для мужиков. Железяки, кольцо, вот на шею вот эта штука, на руку штука. Короче, очень классная тема лично от меня. И пятое место – это пиар в Инстаграме. От меня, человек, который получает пятое место, я пиарю его в Инстаграме. Вот такие вот дела. Условия конкурса. Вам нужно быть подписанным на мой YouTube-канал Арчу Моррис. Второе – написать под этим видео, которое вы сейчас смотрите, почему вам нравится мой канал, почему вы его вообще смотрите. И также оставить с этим же комментарием рядом свой Инстаграм, то есть ссылку на свой Инстаграм, потому что именно по этим комментариям я буду выбирать победителя. Третье условие – подписаться на мой Инстаграм обязательно. И четвертое, последнее условие – это подписаться на мою группу ВКонтакте. Все, все эти условия обязательны. Если вы не выполняете какой-то из условий, то вы вылетаете из конкурса. Итоги данного конкурса будут объявлены 16 декабря в моем Инстаграме. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем разоблачать человека, для которого фраза «поймать за яйца» является просто объективной причиной поймать его за яйца и еще ошвунговать. Кто не знает, что такое ошвунговать, это сделать вот так. Это Виктор Блуд. Сегодня разоблачаем Виктора Блуда. Полетели. Этот атлет вселяет мне реально такое жесткое сомнение. Натурал он или химик он – непонятно. Я думаю, вы тоже сомневаетесь, и поэтому смотрите это видео. Давайте разберем его просто по полочкам. Химик, натурал, плюсы-минусы – все обозначим. Для начала нужно сказать, что Виктор Блуд ростом 171 см и весом 85 кг. Это, наверное, самое такое значимое сомнение, которое закралось у меня в голове. Как можно содержать 85 кг довольно-таки сухих мышц при росте 171 см? Это вы просто представьте, что если бы я весил 95 кг при росте 180. Ребята, в народе принято считать, что если вы 171 см ростом, вы должны примерно весить 71 кг. Но тут Виктор Блуд весит 85 при росте 171 см. Это на 15 кг больше. Это просто нереально. Как можно содержать такую массу в сухом виде без накопления жира – это, конечно, вопрос. Первый аргумент того, что он химик – это что у него огромная внушительная сухая масса. То есть он содержит огромную сухую массу без жира. Практически нет жира, у него виден хорошо пресс, все кубики выделяются, как у черепашки-ниндзя. Плюс за то, что он не химик – это то, что он в 2013 году уже выглядел довольно хорошо. То есть 5 лет прошло, и он, в принципе, не особо сильно набрал массу. Ну, может, килограммов 5, может, 7. То есть в 2013 году он выглядел тоже очень хорошо. Хорошо. Друзья, следующий пункт за то, что он химик – это он поднимает огромные веса. Я не знаю ни одного человека, который бы столько поднимал. Блин, он там и гири огромные, по 72, по 90 кг поднимает штанги одной рукой. Просто пипец. У него хорошая станова, у него хороший жим и так далее. То есть он поднимает довольно огромные веса. Силач, ничего не скажешь. Но плюс за то, что он не химик – это то, что у него нет, в принципе, каких-то силовых откатов. У него, в принципе, на достойном уровне всегда силовые держались и держатся. Следующий плюс за то, что он химик – это у него очень рельефные мышцы. То есть, да, у него при большой массе, как я и говорил, очень хорошо виден пресс, хорошие руки рельефные, даже вены там видны. То есть как такое может быть в натураху? С другой стороны, плюс другой за натурального атлета – это то, что у него нет каких-то там напампленных мышц. То есть в отличие от каких-то других атлетов химических, у него нет каких-то огромных плеч, которые выступают вот шарами, да, огромных грудных и так далее. То есть он вполне имеет нормальную форму для натурала. Сейчас Виктор Блуд приседает 220 килограмм. Это, конечно, плюс за то, что он химик, это довольно большой вес. Но плюс за то, что он натурал – это то, что он 5 лет назад приседал 180 килограмм и всего лишь 40 килограмм за 5 лет – это вполне нормальный результат. Плюс за то, что он химик – это становая тяга у него 220 килограммов сейчас. И плюс за то, что он натурал – это была становая тяга 180 килограммов 3 года назад. Как вы думаете, в становой тяге 40 килограмм за 3 года возможно? Я думаю, возможно. Поэтому тут особо таких суперкрутых результатов за 3 года он не получил, как химики могут получить, допустим, за полгода. Поэтому, я думаю, плюс отдаем то, что он натурал здесь. Следующий плюс за то, что он химик, как я и говорил, у него большая общая мышечная и жировая масса. Ну, жира немного, но общая масса у него довольно-таки большая – 85 килограмм на 171 сантиметр роста. Это довольно внушительная масса. Но самый-то прикол в чем? Что мы отдаем плюс за натурал… за натуральство? Самый-то прикол в чем? Что мы отдаем плюс натуралу за то, что у него нету каких-то скачков в весе. То есть, он примерно держит один и тот же вес, но немножко, конечно, из года в год повышает свой вес. Но это, естественно, незначительно. Потому что у любого химика постоянно скачет вес, то он огромный, то ПКТ – посткурсовая терапия, да, переводится. Вот. И вот, конечно, я думаю, что отдаем это, конечно, за натурального атлета. Друзья, следующий плюс отдаем за то, что он химик – это то, что у него очень хорошо виден пресс. Я неоднократно говорил, да, что он при такой массе сухой, естественно, у него видны практически все кубики. Но также отдаем плюс за то, что он натурал – это то, что у него общая масса, блин, идет в руки. У него огромные руки, предплечья. Мне кажется, у него там руки занимают 20 килограмм. Каждая рука по 20 килограмм весит. Естественно, у него ноги тоже огромные. Такие ляхи, блин, надо нарастить еще. Тут отдаем, конечно, за то, что у него пресс виден хорошо, из-за того, что у него огромные руки генетически и огромные ноги, как у меня руки. Друзья, следующий пункт за то, что он химик – это довольно-таки большие плечи. Гораздо больше, чем у меня и гораздо больше, чем у других, там, допустим, атлетов. Вот. Но самый-то прикол в чем, что по сравнению, вот, фотку вы сейчас на экране видите, по сравнению, например, с Вовком, с его партнером, другом и так далее, у Вовка плечи гораздо больше, они, блин, такие налитые, округлые, и больше он похож на химика, чем Блуд. Поэтому я думаю, что он все-таки натуральнее Вовка. Отдаем, что он натурал. Ну что, друзья, как вы видите, практически все обвинения Блуда в том, что у него хорошая мышечная масса и то, что он сухой при большой мышечной массе. Это, наверное, самое такое весомое обвинение, но каждое обвинение может перекрываться тем, что он натурал. То есть большинство примеров, да, которые я привел, можно оспорить в натуральную его сторону. Поэтому, скорее всего, знаете что, я на 100% не могу сказать, что он натурал. Конечно, возможно, он подхимичивает, я не знаю. Но, наверное, 80% я даю за то, что он натурал, и 20% за то, что он химик, потому что на 100% невозможно сказать. А так, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, кого обозреть. Обозрать, хотел сказать. Кого расследовать в следующем, и увидимся в следующем выпуске. Пока!